Пожар произошел в 4 утра. Как видите, от кафе остались одни руины. Также пострадали 6 автомобилей. Огонь был такой силой, что от него расплавились машины, припаркованные через дорогу, а также лопнули стекла у зданий по соседству. Зарево сильное было, выше этой пятиэтажки, ну, наверное, еще на такой же дом, метров 20. И загазованность шла там в восточной стороне, как раз витеров был, полгорода, наверное, в дыму было. Фонари, автомобили рядом припаркованные, изоляция, теплоизоляция на доме, стекла полопались. Вот можно посмотреть, что пластиковые, новое здание, стекла поплавились. В момент возгорания людей внутри не было, да и само заведение не работало. Его только отремонтировали, открытие должно было состояться на днях. Пожар этого уже не первый раз. Сперва он был маленьким, потом, когда делали ремонт, все время расширялись и расширялись. Возле дороги стоит года 2-3, тоже был пожар, только он был поменьше. Он был оттуда, расстроился сюда и вот где-то здесь заканчивался, и тоже был пожар. Когда там были места, я там парковал. Здесь просто всегда место есть. Автомобиль Куата Гельманова сгорел полностью и восстановлению не подлежит. Подойти я не смог к ней, потому что пожар был настолько сильный, что от него тепло издавалось на 10 метров. То есть подойти не было возможности. Также была вероятность, что машина могла взорваться, так как там есть бензин был. Вот. Пришлось только смотреть, как машина горит, догорает. Моя застрахована машина только по обязательному страхованию. То есть добровольного вида нету, поэтому восстановление только за счет хозяина. Теперь только так получается. Хозяин здания по соседству также подсчитывает убытки. Его офис не спасла даже разделявшее строение дорога. От взрыва вылетели окна, которые у нас, эко-окна с серебряным напылением. Самое сложное их найти здесь, в Казахстане. Потому что когда мы строили эко-офис, мы их заказывали из-за границы. Очень сильно пострадала заправка электромобиля Тесла. Ее, скорее всего, придется менять полностью от начала до конца. Заправка. Запчасти на нее мы будем заказывать из Америки. И восстановим. Я думаю, в течение одного месяца будет уже новое. Дорогая? Сколько она стоит? Вот эта заправка? Несколько миллионов тенге. Причину пожара устанавливает ДЧС. Тем временем очевидцы выдвигают свои версии. По их словам, это мог быть поджог, либо последствия несоблюдения правил безопасности. Например, взрыв газового баллона. Алла Сулеменова, канал Кигизбаев, телеканал Алматы.